добрый день в последние дни зимы мне очень захотелось повязать снежинки и предлагаю вам составить мне компанию и связать вместе вот такую маленькую снежинку для ее вязания нам понадобится пряжа yarnart begonia это стопроцентный хлопок гладенький крючок 2,1 миллиметра ножнички и игла с широким ушком чтобы потом аккуратно спрятать нити можно вязать из пряжи потолще тогда снежинка получается более упругая но тут смотрите уже как вам больше нравится и чем больше пряж тем соответственный номер крючка вы выбираете больше начинать вязание снежинки в цепочке воздушных петель делаем первую петельку я постараюсь вязать медленно чтобы вам было хорошо видно как сзазать эту снежинку и теперь мы провязываем 6 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 в первую петельку провязываем соединительный столбик и воздушную петлю теперь в получившееся колечко мы вяжем 11 12 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 12 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 и 11 теперь в петельку подъема заводим крючок вот так мы подхватываем только одну ниточку и провязываем соединительный столбик тем самым закрывая первый ряд и у нас получается вот такое аккуратное колечко теперь мы вяжем 3 столбика 3 петли 3 воздушные петли подъема 1 2 3 и в соседнюю петельку мы провязываем столбик с одним накидом теперь вяжем 3 воздушными петлями 1 2 3 и в следующую петельку столбик с одним накидом с одним накидом и в соседнюю петлю второй столбик с одним накидом три воздушными петлями 1 2 3 и в соседнюю петлю два столбика раз-два-три два столбика раз-два-три два столбика три воздушные петли теперь заводим крючок в третью воздушную петельку подъема раз-два-три подхватываем заднюю стеночку этой петли и провязываем соединительный столбик следующий ряд мы провязываем одну воздушную петлю подъема здесь у нас будет идти ряд столбиков без накида потом провязываем еще одну воздушную петлю подъема и теперь провязываем 4 воздушные петельки раз-два-три-четыре в первую из этих четырех мы провязываем соединительный столбик теперь шесть воздушных петель раз-два-три-четыре-пять-шесть в первую из этой шестерки мы также провязываем соединительный столбик теперь раз-два-три-четыре в первую соединительный столбик и теперь во вторую петлю из двух петель подъема соединительный столбик тем самым закрываем вот такой элемент вот такая вершинка снежинки теперь мы провязываем уже в основную петлю столбик без накида дальше мы вяжем вот в эту арочку мы провязываем два столбика без накида 2 воздушные петельки и два столбика без накида теперь в петлю от столбика с одним накидом мы провязываем столбик без накида делаем воздушную петлю делаем воздушную петлю теперь вяжем 4 петли раз-два-три-четыре в первую из этой четверки соединительный столбик раз-два-три-четыре-пять-шесть в первую петлю соединительный столбик раз-два-три-четыре соединительный столбик и в первую петельку подъема соединительный столбик затем уже в основные петли столбик без накида вот у нас получилось уже две вершинки и между ними тоже вот такой элемент а дальше повторяем так по кругу в арку мы вяжем два столбика без накида две воздушные петли два столбика без накида столбик без накида столбик без накида воздушная петля раз-два-три-четыре соединительный раз-два-три-четыре-пять-шесть соединительный раз-два-три-четыре соединительный и соединительный в первую петлю подъема столбик без накида столбик без накида в арочку в арочку раз-два-три-четыре в арочку раз-два-две воздушные столбик без накида столбик без накида петелька подъема 1, 2, 3, 4, соединительный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, соединительный, 1, 2, 3, 4, соединительный. В первую петельку тоже соединительный столбик, столбик без накида, в арку 1, 2, 2 воздушные петли, 1, 2, столбик без накида, воздушная петля, теперь 4 петли, 1, 2, 3, 4, соединительный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, соединительный, 1, 2, 3, 4, соединительный столбик. В первую петлю, в соединительный, сюда столбик без накида. Еще немножко нам осталось, в арку 2 столбика без накида, 2 петли, 2 столбика, столбик без накида, воздушная петля, 1, 2, 3, 4, соединительный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, соединительный, 1, 2, 3, 4, соединительный, в первую петлю соединительный столбик, в основном столбик без накида, и нам остается провязать одну арку, 2 столбика, 2 петли, 2 столбика, 1, 2. Теперь мы в петельку подъема, за одну стеночку, мы делаем соединительный столбик, ниточку вот эту вытягиваем, заводим крючок в эту петлю с изнаночной стороны, и вот эту петлю протягиваем на изнаночную сторону, чтобы на лицевой стороне, у нас уже на снежинке, никаких узелков не было, их собственно и здесь не будет, мы просто теперь делаем воздушную петлю, вытягиваем нить и обрезаем, ниточку затягиваем, и вот так аккуратненько у нас получается закрыть вязание на нашей снежинке, теперь нам нужна игла, заводим ее между столбиками и протягиваем этот конец нити, лишнее обрезаем и прячем второй конец, второй конец мы аккуратно заводим между столбиками, можно протянуть здесь и обрезать, можно вот так по столбику с накидом аккуратно между ниточками пройти до центра снежинки, и уже спрятать нить между первыми столбиками без накида, лишнее обрезаем, нам остается разгладить нашу снежинку, лучше конечно отутюжить ее и отпарить, тогда эти кончики распрямятся и она приобретет красивую форму, можно также снежинку накрахмалить, но я вяжу из довольно плотной нити, вот если вязать из ириса, то там конечно крахмалить нужно обязательно, она будет слишком мягкая, а вот из бегонии, если ее отутюжить, она будет очень хорошо держать форму, ну и мне больше нравится, когда они все-таки немножечко эластичные, накрахмаленные, они получаются слишком жесткие, ну тут уже дело вкуса, как вам больше нравится, еще раз покажу как снежинка выглядит из более толстой пряжи, она вообще, вот видите, отлично форму держит, поэтому экспериментируйте и вяжите с удовольствием. Продолжение следует... ... ... Продолжение следует...